Всем привет дорогие друзья! Очередное интересное новое видео. Решил поделиться очень такой штукой, над которой я долго думал прежде чем ее сделать. И наконец-то сделаю, делюсь с вами. Если хотите навес, большой, огромный навес за копейки. Я стараюсь все свои проекты делать за копейки. Не потому что денег нет, но мне прикольно. Я вижу во всем, что в любом случае есть альтернатива гораздо дешевле сделать, чем аналоги. Вот эти я обдумываю и вот делаю такие проекты, что кухня за 125 долларов, то есть за 165 долларов из дерева, из массива. Что теплица за 125 долларов большая, что стол своими руками тоже найдете у меня на канале. Все за копейки и получается очень шикарно. Давайте сейчас про навес этот. В общем-то у меня были доски. Обычная 25-ка. Вот эта вот 25-я доска. Она стоит вообще как бы немного. Уже точно не помню, сколько она стоит, но вообще копейки. У меня была 4-метровая доска и 6-метровая. Так вот, что делается. Вот дом. И к этому дому надо пристроить навес. Первым делом копаются с обратной стороны столбики. У меня было от забора 3 столбика. Вот с такими вот наваренными, ну для забора, ушами. На всех трех столбах. К ним прикрепил я доску 25-ку. Толщина 25-ка. И видите, по всей длине она идет через все 3 столбика. Вот. На эту доску будут ложиться уже такие поперечины. Которые со второй стороны упираются. Смотрите, как интересно. Вот это идет дом. Да? К дому привыкает. И прямо к ней мы прикручиваем вот эту вот поперечку. Тоже по всей длине она идет. И еще я вот такие сделал. Металлические болгарочки. Сделал тоже к дому. Вот эту вот поперечку. Сделал. Для большей надежности, когда снег. Когда нагрузка, чтобы не упал навес наш. И вот смотрите, у нас есть одна поперечка. По всей длине идет, да? Вот она. И вторая поперечка, которая крепится на 3 столбика. 2, 3. Вот. Дальше. Берем 4-метровые досочки. Вот они. И кладется на эту поперечку. Видите? Вот она легла. И вот она вот здесь. Вон до сюда вышла. То есть за пасиком. Легла. И точно так же она идет. Вот сюда, прямо под крышу. Смотрите, заходит. Вот аж до упора практически. И вот так вот делаются все. Все поперечки. Потом как? А через какой промежуток я ложил? Примерно через 60-70 сантиметров получается. Между этой и этой продольными штучками. Примерно 65-70 сантиметров. Я нарезал в размер, по-моему, 65. Вот таких. И точно так же через 70 сантиметров их ложил. Получается вот такие у нас сотые квадраты. И вот такими квадратами, видите, делал. Как крепить? Вот, допустим, вот эту планочку. Размер 70 я отрезал. И креплю двумя шурупами сюда и точно так же вот с обратной стороны. Дальше. Следующую, уже поперечку, я делаю почти в шахматном порядке. Видите, это здесь, да? А это посередине, которая туда идет. Это здесь, а это примерно посередине. И видите, вот такими сотами оно все получается. Вот, почему доску я клал не так, а вот так, ребром. Опять-таки, это жесткость. Когда снега много, а нагрузка большая идет на наш навес. И, а чтобы выдержала любую нагрузку наша система, доски ставим вот так на ребро и все нормально. Видите, два спяточка, что это, что это. Везде по два. И вот такая обрешетка получилась. Остается лист. У меня три с половиной толщина. Или четверка, не помню. Вот я делал так внахлёст. Целый лист я взял. И на две части разрезал. Шестиметровый. И пустил. Или два листа я покупал, не помню. И пустил первый лист туда. И второй лист туда. То есть сразу первый, то есть вот этот лист. И на него сверху вот этот. Вот такая система получилась. Напомню, это четырехметровая доска. А там идет шестиметровая. Сейчас я ее покажу. И все, что идет с крыши. Да? Я вот так покажу вам. Все, что идет с крыши, стекает вот в этот сток. В эту ливневочку. Вдоль. Вот она идет. Сейчас покажу. Вот она вся идет. Вдоль. И стекает вот сюда. Здесь надо бочку поставить. Поставим бочку. Вот смотрите, здесь система. Видите, здесь угол такой есть. И здесь мне уже понадобилась шестиметровая доска. Вот она. Две доски шестиметровые. Даже три получилось. И вот она. Раз, два, три доски. И точно так же они сотами соединены. Поперечками такими. И получается здесь тоже уже у нас получается здесь все накрыто. Вот такой здоровый навес. Он и красивый получился. Он уже год простоял. Вот. Я показываю только то, что реально уже прошло. То есть через промежуток времени, если это себя оправдало, я делюсь этим с людьми. Опять-таки дальше. Доски я обрабатывал раствором, отработанным маслом. Получается доска сама стоит копейки. Да? Недорого. И эту доску я тоже обрабатывал. Поехал на автосервис ближайшим. И мне бесплатно просто дали отработанного масла. Я его все покрасил. Досочки. И будет служить долго-долго-долго. Вот такой вот здоровый навес. Делал я его один. За несколько дней. Так что вполне это вам под силам. Под силам. И по деньгам, я думаю, лучшего варианта вы не найдете дешевле. Так что, если кому-то понравилось это видео, буду рад. Если поставите палец вверх, если не понравилось, ставьте дизлайк. Тоже нормально. Мы совершенствуемся. И плюс. Интересны ваши отзывы. Ваши комментарии. Просто если не будет отзывов в комментариях в долгое время, сами понимаете, снимать такие проекты впустую, мне как бы не интересно, когда нет обратной связи. Интерес быстро угаснет. Поэтому комментируйте. Буду только рад. Спасибо за внимание. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok